Смотрите, когда человек, который хочет эксплуатировать других людей, использовать их для наслаждения своего, встречается с человеком, у которого больше богатств, больше возможностей, больше талантов. Вы представляете? Вы встречаетесь с человеком, и при том у каждого свое. Допустим, вы водитель хороший, а вы встречаете человека, который может по вертикальной стене водить машину. Вы хорошо готовите, а тут человек может готовить так, что все просто смотрят на это, им уже вкусно становится. Или вы поете, а он поет так, что просто супер, все падают в обморок. Или вы считаете, что вы красивая, а тут такая красота, что не пером написать, не в сказке сказать. И в этот момент какое чувство рождается? Радости, правильно. Радости. Чувство радости, которое на санскрите называется мацарья или зависть. Правильно, зависть. Притом, смотрите, слово зависть имеет два значения. Одно значение, это вот то, что мы в русском языке используем, в русском. Зависть в смысле, я хочу то, что есть у него. Правильно? Но давайте поглубже посмотрим на эту вещь. Вот эта концепция, я насхождающийся, я должен быть тем, вокруг кого все крутятся, тем, кто должен испытывать самое большое счастье. Вот эта концепция, из-за которой мы здесь находимся. Почему я испытываю зависть, чему я завидую в другом? Что у него больше возможностей и больше радости. Если у кого-то, по моему мнению, я вижу больше радости, больше возможностей наслаждаться в этом мире, то я автоматически испытываю, я хочу быть на его месте. Я должен быть на его месте. Не он, а я должен быть там. Понимаете? И какое еще чувство? Мацария два перевода имеет. Одно это, я хочу быть на его месте, поэтому я хочу иметь эти возможности. А второе какое еще? Еще вспомните чувство, которое возникает, когда вот он занял мое место, зараза. Какое еще радостное чувство? Гнев, ненависть. Ненависть. Поэтому у Мацарии два значения. Зависть, я хочу ту вещь, которая у него есть. И второе, злоба или зависть. Вот в этом слове Мацария два значения. Зависть и злоба. Понятно? Поэтому, когда человек встречает того, кто превосходит его в знании и в опыте, он автоматически, спонтанно чувствует зависть и злобу к этому человеку. Не специально, просто так вот устроено, автоматически. Вспоминайте, нет? Такое бывает. Второй вариант, когда встречается кто-то, кто примерно то же самое имеет, что и я. Ну, примерно так же у него подгорают пирожки, как у меня. Какое чувство возникает, когда я встречаюсь с ним? Соперничество. Хочется доказать свое превосходство. И мы в инстаграме выставляем или в контакте выставляем фотографию, я в Турции. Он выставляет, а я в Греции. Потом он говорит, а я и в Европе, а у нас в квартире газ, а у нас водопровод. Вот это соперничество. Люди пытаются доказать друг другу, что они лучше. Так ведь? Вторая, третья вещь. Когда мы встречаем, не мы, а вот они. Мы-то все нормально. Когда они встречают человека, который ниже их по положению, по возможностям, какое радостное чувство возникает? Чувство превосходства. Хочется показать человеку свое превосходство. Хочется его поставить на место. Хочется его ущипнуть, унизить. И даже, знаете, помочь. Но помочь так, чтобы он понял, что я ему помог. Чувствуете, знакомые эмоции такие, энергетические такие. Это все не мы, это все ум. Мы хорошие. Мы хорошие. У нас другая природа. Но вот этот ум, который сейчас поглотил все наше сознание, он вот так реагирует на других людей. Так как хочется самому быть в центре. Самому других эксплуатировать, восхождаться ими. То если встречаются люди с нами, то вот эти три эмоции автоматически возникают. Ненависть или зависть, соперничество и желание показать свое превосходство. Вы скажете, что не всегда я, даже не всегда они испытывают эти чувства. Допустим, мы едем в автобусе. Но кто в автобусе испытывает эти чувства по отношению к тем, кто находится рядом. Нет же такого. Вот вы идете по улице к куче людей и нормально себя чувствуете. Нет же этих всяких там зависть, соперничество. Нет же таких вещей. Не работает, значит. Знаете, почему нет? Потому что вы, они для вас не существуют. Они для вас не существуют. Их как будто нет. Но как только, да, можно через каждые 15 минут включать. Но как только вы или они, вернее, да, они вступают с ними в взаимоотношения, как только проясняется, на каком уровне он находится, сразу соответствующие чувства проявляются. В той или иной степени. В зависимости от воспитания, конечно, это разные формы принимают. Но чувства, чувства эти есть. Поэтому, если человек сознательно над этим не работает, автоматически это будет возникать. Теперь скажите, если человек испытывает вот это чувство зависти и злобы по отношению к тому, кто его превосходит. Он приходит на работу. И там директор. Вот он дает зарплату, он дает работу. И вот чувство есть такое. Как внешне будет проявляться отношение к такому человеку? Вот директор. Как будет внешне проявляться вот эта зависть и злоба? Как внешне будет это проявляться? Догадайтесь. Ну как вы? Примерно. Критика упреки? Вас работы выгонят. Вас выгонят с работы. Как будем? Уважать. Проявлять уважение к этому человеку. Внешне будем уважать. Павел Павлович, здрасте. Как у вас настроение? Что мы можем делать для вас сегодня? А внутри? Негодяи. Ты опять пришел сегодня. Сидел бы дома. А внешне? Все ли у вас хорошо? Понятно, да? То есть это уже зависимости от ситуации. Потому так, как мне хочется его эксплуатировать, эксплуатировать, я буду вести себя так, как будет выгоднее для меня. Вот. Поэтому уважение. Уважение люди проявляют. Когда от тела промахнулся, то его съедают. То есть как только там что-то случается, сразу же, сразу же начинается. Не надо ничего. Спасибо. Я просто уже полчаса мы говорим. Все слышно. Понимаете, да? Иногда критика, да? Иногда открытая критика в кавуарах происходит. При виде его там все уважительно. Потому что иначе я не смогу эксплуатировать его. Надо же его эксплуатировать. Надо же как-то с ним фотографироваться. Зачем с ним фотографировать? Не то, что мне очень нравится он. Просто когда я покажу нашим, они поймут, что я тоже из себя что-то представляю. Понятно, да? Теперь, если равны соперничество. Как внешне будет проявлять это соперничество? Лучше? Еще как? А еще как? Спор. А еще? Уважительно буду относиться, когда надо. Тоже буду даже следовать этикету, когда надо. Но когда он там уж совсем, я ему скажу. Там уже попроще. То есть со всеми старшими там вообще надо этикет следовать. А те, которые, ну вот как бы на равных, ну вот надо, но я ему буду объяснять иногда, что мы все-таки на равных. А с младшим местным встречаются, как там с этикетом? Сложно очень. Потому что тут я как раз могу, знаете, вот полностью проявить свою природу, использовать другого человека для своих целей. Туда пойди, сюда, сейчас я тебе объясню, слушай меня. Вот эти вот все вещи, это явный признак того, что этот меньше, я больше, и, соответственно, можно насхождаться в открытую.